ребята всем привет вы на канале прогульщики мы находимся на комсомольский бульвар 48 приехали к бабушке мы на левом берегу как мы узнали тут нету света там море кстати вроде бы замерзшим мы тут взяли печеньки фонарики батарейки всякое такое по мелочи короче ну и сейчас ходим пройдем как нам сказали на пенсию не получает на продукты не хватает живет она 1 и 83 года вот мы короче ходим блуждаем тут ну вроде как нашли дом получается не скоро будет динглбеллс один голодался же что прошел а так вот и этот людей тут вообще нема практически там я еще честно ни одного не увидел помимо нас он и дома отстраиваются за свет тут есть или нет но судя по тому что работал генератор все-таки думаю нет демидова елена это вы да 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 здравствуйте это нет а чего нет света и авария наверное уже вторые сутки вы вам это нас попросили что немного помогли дед мороз переслал если бы знали что у вас этого света нет не было мы это конечно вы поворот какой-то бы еще захватили хотя бы чтобы в этом заряжали мобилку там там фонарики вам батарейки всякое такое да 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 знаете что у меня поворовали отвертки вот такое вот то что нужно молотки ни одного не молотка ничего нету кто когда поворот ну когда меня тут не было во время войны я приехала с собой молотки не взяли нас нет такого ничего а по поводу пенсии чего пенсию сказали не оформлять да как я не оформляю они тянут резину вот уже седьмой месяц там я думаю если бы был цвета хоть бы у нас услуги мне сделали а так интернета же нет допустим сейчас через госуслуги все делается очень быстро надо будет считается с по соседним вам походить попросить отопление есть у вас тут есть слава богу в общем и сейчас находимся на миотиде улица вот тут сделали дом мы как-то его давно снимали он был вообще еще очень убитый а вот там живут две бабушки которые мы собственно идет вот максимка трусит попой вот этот дом там же вот эти бабушки идут получается вот так вот это дом с этой стороны которая строили он красивый да нельзя максинка двери меняют эти бабушек полно тоже двери тут ремонт сделали в подъезде я думаю сверху дом тоже строят все будет красиво да ну воняет дверь открыта ну вот мы заехали сюда на миотиды но нам не открыли их либо там нет либо я не знаю что больше они бы открыли мы стояли стучали и кстати второй случай когда они вот так не открывают но ну и 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 Они забыли, что не верить, я к тебе мечтаю. Сами выберут, каючи, трост на каменной славе. Победила группа. Неправда. Сейчас мы едем мимо Азовсталь, и вот памятник. Его восстановили, мост восстановили, по которому мы едем. Но Азовсталь, походу, будут сносить в течение, я думаю, лет 20. И теперь... Много вокруг, и мудрость книжных фраз, мне больше не важна. Где ты, мой новый герой? Вперед, здесь я день. И нестривычный южный дух, не ждай быть со мной. Тебя встал я ждать, сломай замки и дверь. В заливок нет, каючи, трост на каменной стеной. Вот это дом по улице Артема. Я сейчас иду к Оксанке на работу. Его, как видите, восстанавливают. Установили вон мусорные трубы. Вот там вот и уже двухэтажные новостройки идут. Мы их как-то снимали. И снежная наша погода. Сегодня после Рождества выпал снег. Видите, как на улице красиво. На улице погода теплая. Мы просто покатаемся на самодельных санках. Санкам этим уже, как мне, наверное, 40 лет в обед. Валера, сколько накалидовал? Ну, тут, кажется, по силе тысячи. Я в 6 тысяч 30-50 рублей. Ничего себе. Вы что, по отдельности ходили? Нет, мне где-то 5 тысяч. Ну, за всю полотенку я где-то 4 тысячи. А это наши девочки с района. Даяна и Виолетта. Они сейчас нам покажут мастер-класс на своих санках. Давайте, девочки. Да дерзайте. Ты замуж выходишь, я знаю. Да. А кто тебе сказал? Ага, у нас район, район у нас такой, что все все знают. Ну, да. Закудожный, так. Ну, ладно, было. Вот она нам прокатала дорогу. Теперь можете, пацаны, кататься. Что дальше делать? Карабкайся. А, вы не знали, что вы засеваете, и гостей принимаете, а в детство встречаете. А мы, как настоящие экстремалы, будем кататься с лестницы. Все хорошо. Просто не сильно разгоняйся, по чуть-чуть едь. Да, вот так, по чуть-чуть. Тормози немного. Во. Во, отлично, молодец. Потихоньку наш район преображается. Вот дома, которые по проспекту Металлургов восстанавливают, они уже становятся красотыльными. Вот эту пятиэтажку, видите, обделали, она стала уже под один цвет. А скоро еще будет красота елка, конечно, вообще не ахти у нас. Собака, я испугался, еще думаю, сейчас цапанет. Елка не ахти, потому что, конечно, ее, походу, поставили для отмазки. Она там чисто светится синим, но зиму, ночью. И все. Ну, а так, остальное все, молодцы. Делают на совесть. Так как самые экстремалы, пацаны у нас, самые крутые, мы поедем к самой крутой горке. Так, кто катался на Аляске, кажется, у нас не только, не, не, не. Это, Валерка, только рули немного. Право-влево, потому что там, и без горка прошла. Я буду сейчас тормозить постоянно. Если что, в бок падает. Ааааа, аааааааа. Аааааа. Ааааааа. Ааа. У вас ощущение, молодой человек. Субтитры сделал DimaTorzok